Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов в студии Павел Вильковский. Подозреваемый в двойном убийстве таганрожец был застрелен при задержании. Как сообщает пресс-служба Донской полиции, мужчину разыскивали за особо тяжкое преступление более месяца. Предполагается, что на его счету жизни двух человек. При задержании подозреваемый начал стрелять из обреза по оперативникам. Правоохранители открыли ответный огонь. От полученных ранений мужчина скончался. Проверка еще не закончена. По предварительным данным, применение оружия сотрудниками МВД признано правомерным. В Ростовской области беженцы из Украины начали получать выплаты, положенные им по законам родного государства. Правда, суммы усредненные одинаковые для представителей каждой категории. В первой очереди пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители. Аналогичная процедура началась в Луганске и Донецке. Средняя сумма выплат – 1000 гривен. Это первая стадия. Нам важно было восстановить как можно быстрее. Сейчас это будет делаться непосредственно здесь и будет кассир выдавать. В следующем месяце все зарегистрированные, все, кто подал документы, они уже будут по телефону проинформированы, каким образом они будут получать последующие выплаты. Люди, конечно, которые прибывают сюда, в основном общая масса, большая масса, она имеет с собой документы и подтверждающие документы, скажем. Так есть, конечно, процент людей, которых документов здесь нет. Над ними работают другие структуры по восстановлению их и по информации именно по республикам, то есть кем являлись люди и, скорее всего, тоже будут здесь оформлены им какие-то временные документы на пребывание их здесь. По словам организаторов процедуры, многие документы восстановить тяжело, так как, по их словам, официальные структуры Украины не оказывают никакой поддержки, несмотря на достигнутые соглашения. К другим темам. К 2020 году казачьих кадетских корпусов на Дону станет больше в два раза. На данный момент в регионе их насчитывается шесть. Эту тему обсудили на заседании в областном правительстве. По словам первого заместителя губернатора, конкурс в подобные учебные заведения будет серьезней, чем в некоторые донские престижные вузы. На сегодняшний день казачье кадетское образование востребовано, потому что на Дону мы растим патриотов нашей Родины и будущих защитников Дона и Отечества. Понятно, что будет конкурс, но это и хорошо, потому что в эти образовательные кадетские учебные заведения мы должны отбирать лучших. Добавлю, сегодня руководство страны рассматривает казачество как реальную силу в укреплении и развитии Российской Федерации. Многие выпускники донских кадетских корпусов связывают свою жизнь с государственной или военной службой. Муниципалитеты Ростовской области обяжут сдавать план подготовки к ЧАЭС. По словам руководителя справедливого Росов Дона, главы поселений и городов определяют потенциальные зоны стихийных бедствий на своих территориях. Возможно, по таким памяткам заранее подготовят количество необходимой техники для борьбы со стихией. По мнению депутатов, подобные шаги позволят не допустить снежного коллапса, который охватил регион в начале года. Мы предложили разделить вот эти два пункта, то есть у каждого муниципалитета должен быть план предупреждения, то есть предварительный план, и в случае оперативного вмешательства план ликвидации. Добавлю, областной закон о защите населения донские депутаты прорабатывают совместно с МЧС. На два дня отменят электрички между Ростовом и Азовом. Причина работы по строительству путепровода. Электропоезда, которые отправляются первой из Азова из Ростова в 17 часов 11 минут, второй из Азова в 18.50, 11 и 12 октября перевозить пассажиров не будут, рассказали ВСКЖД. Прежде чем преумножить нужно сохранить, в Азово-Черноморском бассейне необходимо восстановить популяцию рыб любимыми способами, считают ученые. Осетровые, главная ценность Донского края, давно не размножаются в среде. К тому же, следить сохранность ценных видов бывает проблематично. Инспекторам рыбоохраны и пограничникам приходится контролировать слишком большие участки водоемов. Идет утечка этой рыбы. И вот здесь надо радикально проблему решать. И с помощью природоохранного законодательства, ну я имею в виду соответствующие законы, нужно сказать, достаточно вот такой мелкий пример. Раньше, по правилам рыболовства, значит, любители имели право выловить не больше 5 килограмм рыбы. Сейчас такая система упразднена. Рыбаки ловят столько, сколько захотят. Соответственно, ресурсы могут иссякнуть. Сегодня технологии позволяют наладить искусственное воспроизводство ценных пород. Но, чтобы внедрить инновации, нужны новые современные предприятия. Шарм, изящность, грациозность и нестандартность форм показали начинающие дизайнеры на подиуме 2014 в ДГТУ. В финале международного конкурса участники представили компетентному жюри, а также международным аналитикам моды, около ста необычных нарядов и образов. Валентина Назаренко узнала, что вдохновило дизайнеров на создание нового и прекрасного. Пока блестит помада и крепко держатся шпильки на прическе, нужно как можно быстрее показать необычный наряд зрителям. Конкурсанты на подиуме обещают все. Говорят, спокойная цветовая гамма неожиданно скроется за ярким взрывом кричащих цветов. Творческий источник у меня «Пигмалет» пьеса Бернардашоу. Ну, прочитала, посмотрела. Так, когда оно и вылилось в эскизе сначала. Потом уже в ткань, конечно. Меня очень сильно вдохновила природа кубы, костюм красочный, сочный. Хотелось преподнести яркую, запоминающуюся коллекцию. И под влиянием этого необычного острова у меня родилась идея перенести все мои мысли и эмоции сначала в эскизы. Затем была создана коллекция, разработана. Компетентное жюри отмечает, легко на этом конкурсе не будет. Фантазия хорошо, а вкус еще лучше. В итоге ставка делается на конечного потребителя. Гран-при подиума 80 тысяч рублей получит автор лучшей творческой работы. На работу с трендами, кроем, материалом и декором ушло немало дней и бессонных ночей. У кого-то дебют вылился в осень и трепетно разлетался по сцене, приглушенной багровой листвой. У кого-то в короткие стоп-кадры и таинственный восток. Мы уже с самых первых показов, самых первых коллекций ориентируем студентов, молодых дизайнеров, молодых творцов на то, чтобы они относились профессионально к тому, что они делают. Талант художников и профессионализм исполнителей оценивает тысячи глаз. Среди них известные специалисты в области моды, потенциальные работодатели, журналисты России, Европы и Китая. Это высокий статус, который позволит нашей молодой, талантливой молодежи, которая обучается в учреждениях профессионального образования, найти свой путь, делать хорошую карьеру. Для них это очень серьезный шанс. Конкурс станет подспорьем развития экономики Юга России. Малый и средний бизнес, донские предприятия сегодня уходят от продажи высокотехнологичной одежды. В этом их поддерживают и региональные власти. Мальдина Назаренко, Андрей Токарев, Главные новости. Итоги конкурса подводят в эти минуты. Подробнее о его необходимости и особенностях мы поговорим прямо сейчас. Гость нашей студии, зав. кафедры дизайна и конструирования легкой промышленности ДГТУ, член Союза дизайнеров России Татьяна Лопатченко. Здравствуйте, Татьяна Павловна. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Начать хотелось в возрасте чего? Это уже не первый подобный конкурс. Если можно такое сравнение провести, с чего все начиналось и к чему пришли? Спасибо большое за приглашение первое. И сказать хотелось бы следующее в этом конкурсе. Он среди профессиональных вузов достаточно известен. Проходит он уже достаточно долго. Это 12-й конкурс международный. Достичь удалось на сегодняшний день много, многого. Моделеры, молодые дизайнеры из различных вузов профильных России и Ближнего Зарубежья стремятся к этому вузу, готовятся к этому мероприятию, поскольку такие мероприятия позволяют студентам показать свои достижения работы, выдержать экзамен и получить определенные дивиденды. С каждым годом все шире диапазон участников, все шире регионы, которые участвуют в этом мероприятии, и тем радостнее, что это мероприятие, оно важным этапом является в их профессиональной деятельности. Если можно, поподробнее о географии участников. Откуда? Ну, в этом году география, широкая география, от Москвы до самых, до окраин. Это представители вузов Владивостока и Омска. Это естественным, наверное, образом вузы, которые находятся в Южном федеральном округе. Ставрополь, это Пятигорск, это Армавир, Майкоп, Нальчик. То есть достаточно широкая география, плюс к тому, что это есть и гости из ближнего зарубежья, из Алматы, Алма-Атинский государственный технологический университет. И студенты с огромным желанием приезжают уже не первый год к нам в Ростов. Предыдущий конкурс тоже проходил в городе Ростове на Дону в 2011 году. И наша Донская земля очень приветственно встречает студентов. И они с огромным желанием возвращаются вновь на нашу очень гостеприимную землю Донскую. Все ли состоялось, то, что было задумано? Не было ли каких-то неприятностей и срывов? Да нет, конечно же. Неприятностей и срывов никогда у нас не было. Наоборот, с каждым годом все более радуют нас своими достижениями участники конкурса. Вновь открытая номинация в этом конкурсе «Арт-дизайн». Она тоже позволила представителям вузов в студенческой среде представить свои работы в художественном направлении, декоративно-прикладном, и показать свои работы. Впервые в этом конкурсе участвуют представители вузов из Крыма. Это Симферополь, город Симферополь. Привезли очень достойные работы для номинации предапорте. Очень порадовали нас молодые дебютанты, которые обучаются в средних профессиональных учебных заведениях. И по мнению жюри, это работы, достойные профессиональных оценок, с их достаточно высоким уровнем художественного решения задач, те, которые требуют для представления коллекции на уже большом подиуме. Если можно, хотим несколько примеров. Что больше всего запомнилось жюри? Ну, сегодня состоялся мастер-класс членов жюри. Жюри достаточно представительное. Это и представители ближнего зарубежья, это и представители наших учебных заведений, высших учебных заведений профильных. Это из Иваново, из Москвы. И возглавляет всю эту команду, профессиональную жюри, гуру моды Александр Хелькевич. И сегодня очень подробно на мастер-классе всей аудитории 92 участника, он подробнейшим образом вместе со своими коллегами, членами жюри, пояснил, какие плюсы и минимумы. То есть это прошел определенный мастер-класс для участников. Вот это, наверное, самое большое достижение, что приезжающие участники имеют возможность получить оценку, ну, такую экзаменационную оценку своих результатов работы, увидеть свои плюсы и минусы, посмотреть другие школы фэшн-индустрии и, так сказать, получить заряд на будущее изготовление коллекции. Ну, а вот помимо такого полезного опыта, что еще дает участникам, собственно, участие в конкурсе? Да, совершенно верно. Это участие в конкурсе, конечно же, в первую очередь преследует задачу показать широкой аудитории молодые таланты, показать производителям изделий легкой промышленности, что на сегодняшний день у нас есть очень замечательная, креативная молодежь, которая смогла бы решить задачи производства изделий, отвечающих направлению моды и заглядывая немножко даже вперед, то есть на перспективу. Есть такой потенциал у нас, у российских модельеров. Ну, у меня остался последний вопрос. Что-то похожее в ближайшее время будет еще у нас происходить? Ну, похожее будет происходить ежегодно. Он на конкурсе регулярно раз в два года. И я думаю, надеюсь на то, что такое продолжение этого конкурса, оно логично и должно быть, поскольку вот именно наш южный регион отличается тем колоритным, особенностью колорита, которая позволяет нам привлечь гостей со всей России и зарубежья и показать им достижения наших ростовских модельеров, посмотреть на вузы, результаты работы вузов всей России и ближнего зарубежья. Конечно же, который раз, приезжая на нашу Донскую землю, хотят сюда вернуться, потому что достаточно гостеприимная Донская земля, и вот есть потенциал для того, чтобы получить новые эмоции, потому что в рамках проведения таких конкурсов организуются еще и выставки, организуются экскурсии, и поэтому широкое ознакомление с широкой культурной частью нашего региона, она позволяет обогатиться нашим участникам и тем самым привлекает к нам вновь и вновь. Ну что ж, мне остается только пожелать вам успеха в вашей дальнейшей работе. Еще раз огромное спасибо за то, что смогли прийти к нам в студию, спасибо за информацию. Спасибо большое. Продолжу выпуск. Сотни ростовчан стали участниками благотворительной акции концерта. Известный бельгийский музыкант и ученый Тигран Мэйтисян выступил совместно с Ростовским камерным оркестром в Донской филармонии. Но что пойдут выращенные средства, выяснил Вартан Сюенджианс. Последние минуты перед концертом. Финальная репетиция, по словам музыкантов, не менее волнительна, чем само выступление. Для ростовского камерного оркестра вечер особенный. На скрипке солирует Тигран Мэйтисян, известный бельгийский музыкант и ученый. В католическом университете города Левин он изучает влияние музыки на организм человека. Настоящие акустические, классические звуки, даже живые концерты, которые, может быть, кто-то не скрипку любит, а, может быть, другой инструмент, фиолончели или гитары, или, может быть, какой-нибудь джазовый концерт. И живые концерты, они очень благоприятны для мозга, для сердца, в основном то, что вы любите. Благотворительный концерт приурочен к фестивалю науки Юга России. Влияние музыки на здоровье еще не до конца изучено, однако, по словам Тиграна Мэйтисяна, уже установлено, что занятия музыкой снижают вероятность появления болезни Альцгеймера. Сегодняшние исполнители, они имеют непосредственное отношение не только к творчеству, не только к музыке, но и в рамках реализации очень интересного научного проекта влияния музыки на состояние здоровья человека, в частности детей, с ограниченными возможностями. По мнению организаторов, концерт привлечет внимание общественности к научным исследованиям в этой области. Все собранные средства направят на благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями. Вартан Сунеджан, Владимир Савеленко, Андрей Токарев. Главные новости. Недостаточное финансирование и проблемы с маркетингом ведущие деятели культуры области рассказали о барьерах на пути молодежи к театральному искусству. Круглый стол на эту тему приурочили к международному актерскому фестивалю «Минифест». Главная цель – найти способ, как привлечь аудиторию в театр, рассказали участники беседы. Они назвали еще одну причину спада популярности местных театров – быстро развивающийся мир с новыми веяниями моды. Мир меняется потрясающе, быстро и неуловимо. И те изменения, которые происходят, не всегда радуют нас. И все вот эти течения, перемены, они очень отражаются на том восприятии мира, которое сейчас мы все имеем. Современному искусству мешает развиваться и зритель, считают участники встречи. Часть молодых посетителей театра из-за сложного текста не понимает происходящего на сцене. По мнению участников круглого стола, единственный выход – изменение концепции постановок. Язык наш отличается, но молодежь очень любит новые формы. В Онегине, например, у нас наш главный герой Онегин говорит по мобильному телефону. Есть какие-то вещи, когда пронизительно звучит, но новыми средствами. Деятели культуры сошлись во мнении, театр нужно подстраивать под современный ритм жизни, продвигать его в социальных сетях и делать качественную рекламу. Ну а сейчас настало время новостей спорта. Ко мне уже присоединился Роман Саганов. Рома, здравствуй. Чем порадуете нас сегодня? Добрый вечер, Павел. Физкульт-привет всем любителям спорта. Не переключайтесь. Все самое интересное из жизни Донского края через несколько секунд. Три дня осталось до старта первого в Ростове международного турнира по тэквондо Grand Master Open. Ожидается огромное количество участников. Кто же приедет в Донскую столицу, выяснял наш корреспондент Лев Клинов. Тэквондистов Дона на правах хозяев будет порядка 300 человека. Подтвердили свое участие уже более 700 спортсменов. Уже вышли на тот уровень, что пригласили ребят из других стран. Ожидается команда из Азербайджана, из Украины, из Белоруссии. Приглашений было много. Кто приедет, это уже будет зависеть от их возможностей. Скажу так, что с России у нас уже заявлены команды из Красноярска, из Тольятти, из Нижнего Новгорода, из Нижнего Тагила, из Рязани, ну и плюс там с Северный Кавказ весь. Александр Буряненко на статусном турнире будет представлять Донскую сборную. Десятилетний парень Тэквондо посвятил три года своей жизни и уже имеет победный опыт. Много раз выигрывал внутри клубные соревнования. На ближайшем международном старте рассчитывает лишь на первое место. А через 10 лет видит себя в строительном бизнесе. Для этого в школе хорошо учится, дисциплина на первом месте, а любимые предметы математика и физкультура. По физкультуре там, ну, больше двигаешься. Ну, можно там поиграть в какие игры. На уроке математики тоже уж можно поиграть в игры, пока преподаватель не будет. Нет, нельзя. Почему? Потом ругать будут. Юлия Ширева на соревнованиях будет представлять судейский корпус. Благо, опыт позволяет за плечами уже пятилетний стаж занятий Тэквондо и не один международный турнир. К примеру, совсем недавно Юлия выступала в Австрии. Ну, в Австрии проходило первенство Европы по молодежи. Вот. Я там, ну, выступила не очень хорошо, проиграла в четверти. В четверти? Да, сербиянки. Ну, ты в восьмерку сильнейших попала. Или это? Это не результат. Это не результат. А почему проиграла? Ну, проиграла с счетом 5-3. Да, может, чего-то не хватило. Помимо начинающих местных судей на турнир приглашены опытные рефери международной категории. Это пойдет на пользу и донским арбитрам, и все спорные ситуации, если возникнут, будут разрешены. Судейская коллегия в этот раз будет очень квалифицирована. У нас под руководством двух судей международного класса будет проходить. То есть главный судья и главный секретарь на суде международного уровня. Ну, и плюс у нас 4 корта будут работать, и каждый руководитель корта тоже судья международный. Также будут приглашены 12 судей всероссийского уровня. Спортсмены будут выяснять отношения в трех возрастных группах. Дети от 9 до 11 лет, 12 и 14-летние юноши и юниоры 15 и 17 лет. Первые обладатели международных наград станут известны уже 11 октября. И перейдем к игровым видам спорта. В эти минуты во дворце спорта хоккейный клуб Ростов в рамках чемпионата российской хоккейной лиги принимает хоккейный клуб «Союз» из города Заречной Пенинской области. На сегодняшний день соперник Кондоров пока не одержал ни одной победы. Имеет в графе очков ноль. Завтра, 9 октября, состоится ответная встреча. Ну а более подробный отчет о двух матчах с участием хоккейного клуба «Ростов» и хоккейного клуба «Союз» мы расскажем вам в пятницу, 10 октября в это же время. А на сегодня у нас все. Я желаю вам здоровья, удачи и не болейте. Ну что ж, Ром, спасибо. Будем все вместе внимательно следить за нашими хоккеистами. А далее в нашем эфире прогноз погоды и новости донской экономики. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова